Такси – распространенный вид общественного транспорта, который можно увидеть практически везде. Нетрудно догадаться, почему. Его несложно заказать и с его помощью можно быстро добраться куда угодно. Однако в сводках новостей все чаще можно услышать о дорожно-транспортных происшествиях с участием именно этого вида транспорта. Особенно часто это происходит в предвыходные и выходные дни. Почему так? Ответ на этот вопрос нам дали сотрудники госавтоинспекции. Водители данной категории чаще нарушают правила дорожного движения, спеша на вызов, проезжают на запрещающий сигнал светофора, не предоставляют преимущества в движении пешеходам и бывают случаи, когда садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно перевозчики отвечают за жизнь и здоровье своих пассажиров. В городе над Бугом прошел очередной рейд ГАИ и транспортной инспекции по выявлению нарушений со стороны водителей такси. Основное внимание при проверке уделяли состоянию транспортного средства, порядку в документах и условиям перевозки пассажиров. Казалось, что наиболее часто встречающиеся нарушения – отсутствие техосмотра. Но, увы, нет. Неправильная перевозка пассажиров – вот главная ошибка водителей. Проверки тщательные и серьезные, что заставило многих водителей понервничать и не зравить. Штрафы за свои ошибки немаленькие. Помимо того, что приложение повторяет о том, что необходимо пристегиваться ремнями безопасности, хочется напомнить вам о важности также и вашего напоминания пассажирам о том, что необходимо пристегнуться ремнями безопасности, потому что все-таки именно вот эта линия на груди может стать спасительной в любой момент. Потому что ситуация на дорогах случается разная и порой не зависящая от водителя. Я был пристегнут. Вы видели? Ну, мне не обязательно, когда я везу пассажира. Но я пристегиваюсь. Главное, что и пассажир вас пристегивает. Да, и пассажир. Но я всегда информирую пассажира дополнительно. Есть информация Яндекса, чтобы пристегнулись даже на заднем сидении. Но я все равно повторяю и слушаю. По крайней мере, таких нет людей, которые… Да, но один случай был полмесяца назад. Два парня сели. Один пристегнулся, а второй категорически. Вы назовите мне пункт КООП, который обязывает меня пристегнуться. Ну, я вынужден был расстаться с ними. Я сказал тогда, пожалуйста, я не поеду. Или пристегнитесь, или выходите. И я в поддержку написал о том, что я таким образом поступил. Ну, так и обошлось нормально. То есть люди, если не понимают… А в основном все пассажиры понимают данную ситуацию и реагируют очень адекватно. За время рида за подобное несоблюдение норм законодательства четверо водителей привлечены к административной ответственности. Кстати, за непристегнутого пассажира платит и водитель, и сам пассажир. Самый главный защитный механизм, который имеется в автомобиле, это, конечно же, ремень безопасности. А для детей – детские удерживающие устройства. Сегодня использование этих средств пассивной безопасности является обязательной нормой, за исключением некоторых случаев. К сожалению, некоторые водители и пассажиры порой пренебрегают требованиями действующего законодательства. Напоминаем, что водителю запрещено перевозить непристегнутых пассажиров при движении в механическом транспортном средстве, который оборудован ремнями безопасности. В правилах дорожного движения закреплена обязанность пассажиров пользоваться ремнями безопасности. В противном случае к ответственности могут привлечь обоих. Сегодня сотрудники ГАИ призывают также пассажиров к осознанному выбору перевозчика, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от возможных неприятностей. Каждый из нас несет ответственность и за себя, и за того, кто вас перевозит. Продолжение следует...